МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто удостоился такого подарка от мэрии Махачкалы, расскажем через несколько минут. Голос мира и любви. Литературный вечер, посвященный народной поэтессе Пазу Алиевой, прошел в Русском драматическом театре. Бежим за наших. Около тысячи школьников и студентов вышли на старт благотворительного забега в Избербаше. Все подробности смотрите в выпуске. В это время года просыпается не только красивая природа, но и опасные паразиты. Особенно в жаркое время года, когда в окружающей растительности полно клещей, укусы которых приводят к различным вирусным инфекциям. Так, в Дагестане с начала этого года зарегистрировано 4 случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой. Один из заболевших скончался, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. Всего в Дагестане по состоянию на 27 мая в медучреждение обратились 170 пострадавших от укусов клещей и 79 из них дети. К другим темам. В первый день лета во всем мире отмечается Международный День защиты детей. Этот праздник – один из самых старых. Он известен еще с 1925 года. Сегодня в Махачкале на площадке перед историческим парком «Россия. Моя история» также прошла развлекательная программа для маленьких горожан и их родителей с аниматорами, играми и развлечениями. Дети рисовали или рассматривали уже написанные картины. Некоторые из малышей впервые узнали про существование своего праздника. Если честно, я еще никогда об этом празднике не слышал и мы его еще не отмечали никогда. Родители меня еще не поздравили. А сегодня утром мы были на море, там были, я сделал большую яму и играли с дядей. Я думаю, что этот праздник нужен для того, чтобы защищать детей, но не только в этот день, а всегда. Я бы хотел пожелать, чтобы у всех детей в Дагестане родители были добрыми и хорошими. Особое внимание и взрослых, и детей привлек показ коллекции одежды этнических костюмов народов Дагестана, подготовленной техникумом дизайна, экономики и права. Работали над представленными вам сегодня коллекциями дети, которым по 15-16 лет. То есть это вчерашние девятиклассники, студенты техникума специальности дизайн одежды. Сейчас в обществе назревают всякие настроения, всякие тенденции. Выпуская эту коллекцию именно сегодня, именно в 22-м году и ко дню защиты детей, мы хотим показать, нести в общество, нести будущим поколениям такой посыл, что мы должны ориентироваться на наши корни, то есть источник вдохновения, источник красоты, силы, источник воспитания семейных ценностей. На арт-площадке «Вернисаж» тем временем проходил конкурс детского рисунка «Моя Махачкала». Мероприятие стало уже традиционным. В этом году в нем приняли участие воспитанники детской художественной школы города и учащиеся столичных образовательных учреждений. Мэр города Салман Дадаев, который посетил «Вернисаж» со своими коллегами, отметил, что дети действительно талантливы, а рисунки впечатляют. Он пожелал юным художникам дальнейшего развития в творчестве и веселых каникул. Я вас поздравляю с сегодняшним замечательным днем в защите детей, когда мы помним, заканчивались все школьные занятия, мероприятия и для вас наступала такая счастливая пора, когда мы летом могли беззаботно три месяца посетить только себе. И поэтому для детей это особенно такое радостное. И мы все тоже вспоминаем это с особой радостью. Это день, который посвящен интересам детей, защите их интересов, их здоровья. И очень замечательно, что сегодня Управление культуры города Махачкала организовало такое замечательное мероприятие. здесь, когда дети, наши талантливые махачкалинские дети, которых очень большое множество в Махачкале, могут проявить себя, выйти на плене, прорисовать то, что им видится, их представление о завтрашнем дне, о их каникулах, об их жизни, об их городе. И, конечно же, выдержки родителям, потому что талантливые дети это очень требующих всего большого внимания. Я вам желаю выдержки, здоровья вашим детям и помочь в таких мероприятиях. С праздником вас! А вот многодетная семья Шахбулатовых в Международный день защиты детей получила долгожданный подарок. Микроавтобус «Газель» подарил Шахбулатовым Салман Дадаев. Я понимаю, что для вас было самое важное. Вы нашли и искали возможность такой день защиты детей. Стольких детей, которые под свою защиту опеку села, это маленькая благодарность тебе от нас. Очень важно было. Спасибо вам большое. Да, вам здоровья. Мои дети очень счастливы сегодня. Радостные. Еще в марте этого года, когда мэр пришел поздравить Мадина Шахбулатову с Международным женским днем, она обратилась к нему с просьбой оказать содействие при обретении автомобиля. У Шахбулатовой 8 приемных детей, которые радостно встречали долгожданный подарок на улице и даже покатались с градоначальником на новой машине. Магадетная семья проживает в поселке Семендер. Отметим, что дома для своих детей Мадинат создала все необходимые условия для развития и обучения. А теперь у них еще благодаря мэру Махачкалы появился и личный транспорт. Паспорт готовности у многоквартирных домов Махачкалы должен быть сдан уже в сентябре. Об этом говорили участники совещания в мэрии города. Приглашенные говорили о графике мероприятий подготовки к осенне-зимнему периоду. Представители районных администраций, управляющих компаний, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций и других структур обсудили злободневные вопросы и поделились мнениями по оптимизации комплекса подготовительных работ к отопительному сезону. Главное, по мнению спикеров, чтобы население не испытывало проблем с коммунальными услугами. Сейчас, чтобы вы знали, у меня стоит оборудование, которое все автоматизировано, все фиксировано, все разговоры, все заявки, которые поступают на каждый звонок, оформляясь в электронном виде заявках, получили в прошлом году мы 486 тысяч обращений граждан города Махачкалы. Поставляем объем работы, это надо обработать, это надо передать, это надо еще ответы на них получить. Основные вопросы, которые трудности, мы сталкиваемся в этом году, но многим ребятам, мы пошли на встречу с ними, заключили договоры, потому что у вас нет аварийных диспетчерских служб, мы заключили с ними договоры, облегчить работу, чтобы мы берем на себя ответственность, если поступают от вашего дома звонки, привлечь присутствующие организации. Хотя это незаконно, но как-то облегчить труд наших жильцов. В этом году народной поэтессе Фазу Алиевой, чьи стихи всегда были наполнены смыслом и любовью, исполнилось бы 90 лет. Литературный вечер «Голос мира и любви», посвященный ее юбилею, организовали Дагестанский гуманитарный институт и все подведомственные Муфтеатр Республики образовательные учреждения. В зале Русского драматического театра собрались сотни гостей. Все подробности мероприятия в обзорном сюжете Малики Курбановой. Программа была насыщенной и яркой. Организаторы постарались отразить в сценических миниатюрах, танцах, стихах жизненный и творческий путь Фазу Алиевой. И для многих гостей этот вечер – новое знакомство со знаменитой поэтессой. Мы отталкивались от рассказов Джамблата Мусаевича, хотели показать именно с точки зрения духовности ее, несмотря на то, что она была женщиной светской, но всегда крутила четки, молилась. Перед каждым волнительным моментом, экзаменом, моментом жизни она всегда обращалась ко Всевышнему. Она всегда читала дуа, которые научила ее бабушка. С творчеством Фазу Гамзатовны и ее активной общественной деятельностью знакомы далеко за пределами республики и страны, а на долгие годы была редактором журнала «Женщина Дагестана», входила в состав Общественной палаты России, возглавляла Дагестанский комитет защиты мира. Отдельного внимания заслуживает тема войны и мира в ее творчестве. Маленькая Фазу в годы Великой Отечественной войны была тружеником тыла и трудилась наравне со взрослыми, а боевые действия в Афганистане стали ее личной болью. Уже будучи прославленной поэтессой Фазу Гамзатовна ездила туда, чтобы поддержать советских солдат, среди которых служил и ее сын. И когда-то сказанные ею слова «Где бы ни стреляли, пуля попадает в сердце матери» актуальны и сегодня. Просто посмотреть на нее, а не можно судить о Дагестане, о дагестанской женщине, ее наряд, ее украшение, ее взгляд. А личностно-вногранное, творчество-вногранное. Каждый, кто прикоснется к ее творчеству, найдет что-то родное для себя. Я была ребенком, но тем не менее, это всегда была душа компании, это всегда было вокруг нее море любви, прежде всего признание и со стороны женщин, и это море оптимизма всегда. Но и в том числе присущие женщине-горянке – это стержень. Это очень сильный, мощный духовный стержень, который позволял и позволяет сегодня нашим женщинам противостоять всем трудностям и быть опорой не только в семье, но и в общественной жизни задавать то. В фойе русского театра гости могли ознакомиться с творческим наследием Фазу Гамзатовны. Здесь также была развернута выставка продажа картин учащихся гуманитарно-педагогического колледжа. Вырученные средства, по словам организаторов, в качестве гуманитарной помощи будут направлены в Украину в поддержку ребят, пострадавших в ходе специальной операции. Вы видите сейчас вот эту гуманитарную акцию, на которую нас вдохновила именно ее жизнь и ее пример, когда она помогала солдатам, воинам, отслужившим в Афганистане и прошедшим такие нелегкие месяцы службы. Поэтому вот сегодня эта акция проводится в помощь тем, кто сегодня со стороны, с нашей стороны участвует в военной операции на Украине. Ее поэтический голос самобытен каждое ее произведение, наставление, ее материнский наказ – жить по совести. Уходишь в дом чужой, а каждый дом сам по себе держала. Там все свое, там распорядок свой, и свой закон, и правила, и право. Свои капризы у порога бросили. На сцене очередная история из жизни поэтессы. Она связана с Кораном, подаренным ей, муфтием Дагестана, шейхом Ахмадом Афанди. Когда она заболела, наш муфтий шейх Ахмад Афанди отправил меня к ней вместе с Кораном. Он сказал, передай ей от меня. И потом вот ее помощница Мариза передала мне, что кто-то попросил ее, пришел в гости, она не смогла отказать. Очень попросил именно этот Коран. И она говорит, я так жалею, что отдала его. Я бы хотела, чтобы он остался у меня дома, моим детям. Я не успела, к сожалению, передать ей его при жизни. Поэтому сегодня с удовольствием сделаю это, передав его Джамбулату Мусаячу. Пожалуйста, если можно, подойдите. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем саламу алейкум. Вы знаете, это бывает волнительно, это бывает очень... И счастье испытываешь, когда ты максимально близко тебя приближают к матери, к ее памяти, к ее летописи, к ее жизни. Я очень хотел бы, чтобы вы все сейчас поаплодировали вот этим и детям, которые читали стихи. И всем тем, кто выходил на эту площадку, не профессионалы, не профессиональные артисты, они могут дать иногда намного больше, нежели профессионалы. Особая душа, особая чуткость. И вот насколько они через сердце пропустили под жизнь Фазу вам заданы. Огромное вам всем спасибо. Ее называют «женщиной гор», сумевшей достойно нести по жизни судьбу горянки. Женщиной, умевшей быть сильной и мужественной, и в то же время оставаться нежной и женственной. У тех, кто был знаком с ней лично, своя Фазу Алиева. Слова благодарности за такое масштабное мероприятие хочу выразить Муфтияту Дагестану. Во главе с высокопочтимым Ахмед Хаджи. Особую признательность выражаю. Почитатель талантов Фазу Гамзатовы. Той, которая является инициатором, организатором этого великолепного мероприятия. Многоуважаемая Айни Заинвековне Гамзатова. От Союза Женщин Республики Интизар Мамутаева вручила советнику Муфтия Дагестана Айни Гамзатовой памятную медаль и символ Союза Женщин России – голубой платок. Отмечали выступающие и тонкое чувство жизни Фазу Гамзатовны, ее неповторимое умение передать восприятие мира в стихах, где каждый находит себя. Она всегда говорила, что верит, любит и хорошо думает обо всех людях, потому что не умеет иначе. Малика Курбанова, Маднур Магомед Магомедов, ННТ Махачкала. В развлекательном комплексе «Главрыба» в самом разгаре идет фестиваль «Главфест», посвященный открытию туристического сезона 2022. Второй день мероприятия был посвящен вечеру нашидов. Подробности в сюжете Карима Данеева. Улыбки слушателей и внимание к сцене были в этот вечер искренними. Это то, для чего фестиваль, собственно, и задумывался. Доставить радость всем посетителям и показать нашу культуру гостям республики. Второй день фестиваля «Главфест», приуроченного к открытию туристического сезона, получился не менее запоминающимся, чем первый. Те туристы, которые к нам приезжают, я на 200% уверен, им очень интересна именно наша культура. Это и есть наша культура, по сути, культура мусульман. Потом, когда с туристами лично общаешься, они даже такие сложные канонические вопросы задают. Естественно, это все им будет интересно. На сцене выступали популярные и всеми любимые исполнители нашидов Дагестана. Среди них Султан Трамов, Аслудин Юсупов, Заур Салихов, группа «Эхляс» и другие. Равнодушных среди зрителей в этот вечер не было. Очень приятно мне сегодня здесь побывать в Клабрыбе и услышать этот вечер нашидов. Я очень рада. Мы сейчас только что подошли, да. Красиво пели сейчас только что. Здесь вообще замечательно. Нам здесь нравится. Алхамдуля, что вот это. И все, я не знаю, довольная. Как вы считаете, насколько необходимо проводить такого рода? Необходимо всегда. В рамках фестиваля также проходит ярмарка изделий народных промыслов Республики Дагестан. Здесь представлены предметы старинного быта и прикладного искусства из разных районов нашего региона. Умар Шейхов – мастер в третьем поколении медно-чеканной посуды. Он представляет и чичалинские изделия. Сейчас мы научились чуть-чуть станком давить форму, потом ручкой вот так. Раньше полностью вот эту большую кучу, видишь, она полностью с молотком сделана. Пайка, молотком, форма, все. И она много времени занимается. Фестиваль завершится 1 июня. Закрывать его будет уже вечер национальной музыки, где выступят всеми любимые артисты дагестанской эстрады. В этот же день определится и победитель розыгрыша сертификата на трехдневный отпуск. Все включено в развлекательном комплексе «Главрыба», куда входит и проживание в ВИП-домике. Организаторы приглашают всех желающих участвовать в мероприятии. Вход свободный. Карим Данив, Дауд Гасанов, новости ННТ, Зубутли. И о спорте. Около тысячи школьников и студентов вышли на старт благотворительного забега в Эсбербаши. Акцию приурочили к Международному дню защиты детей. Маршрут пролегал от площади по центральным улицам города. Участники собрали более 100 тысяч рублей для тяжело больных детей, подопечных фонда «Инсан». Подробнее обо всем расскажет Курбан Рагимов. Молодежь из Эсбербаша заряжена на победу. Несмотря на жару, на старт вышли около тысячи человек. В едином ритме с участниками глава города, олимпийцы и представители муфтията. В основе масштабного забега идея объединить всех любителей здорового образа жизни. Это такой посыл для молодых людей, что все, что вы делаете в жизни, вот мы сегодня пробежались в такую жару, да, было тяжело, но какой итог? Это помощь. Это такой намек всем жителям нашего города и всей республики, что чем бы ты ни занимался, любая твоя профессия и деятельность, даже спортивная деятельность, в итоге должна приходить к тому, чтобы ты был просто полезен в обществе. Чтобы стать участником, необходимо было пройти регистрацию. Взнос символический – 100 рублей. Оплата по желанию. Спонсоры вносят сумму больше заявленной, все собранные средства отправят на помощь больным детям. Благотворительный фонд «Инстан» уже с прошлого года организовывает благотворительные забеги, марафоны. И в Эсбербаше он уже проходит второй раз. Сегодня он приурочен именно к Международному дню детей. И сегодня мы видим, какое большое количество детей принимает участие, как школьники, студенты, спортсмены, блогеры и так далее. Большое количество людей приняли участие. Маршрут забега пролегал по центральным улицам Избербаша. Дистанцию в полторы тысячи метров без проблем и с хорошим настроением смогли преодолеть все. Нурья Талиева пришла на финиш первой среди девушек. Для нее участие в акции – это не только возможность проверить силы, но и сделать доброе дело. Я регулярно участвую в фондах разных и стараюсь максимально носить вклад. Каждый рубль, как говорится, он спасет всю эту жизнь. И, соответственно, в таких забегах я всегда участвую. Всегда, в принципе, бегала, но уже как полгода я не бегаю. Я переживала, что без подготовки я выдохнусь. Мероприятие продолжилось викториной на знание истории спорта, где победители получили призы от олимпийского чемпиона Гайдарбека Гайдарбекова. Параллельно проходили состязания по армспорту, поднятию гири и прыжкам в длину. А кульминацией праздника стало закрытие сразу нескольких сборов. Так забег собрал более 100 тысяч рублей. Эти деньги мы сейчас сразу будем переводить на лечение больным детям. И первая сумма мы перейдем для мальчика Самира. Перевод мы осуществляем в программе приложения фонда Инсан. Каждый из вас может скачать, посмотреть, для кого ведется данный момент сбор. Курбан Рагимов, Салман Гетехмаев, телеканал ННТ, Избирбаш. Смотрите нас также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!